Парон Нахага, вы довольны, как прошел съезд, хотя еще нет всех результатов, но вот по настроению людей, особенно с места, с морспец? Да, действительно, я доволен, потому что так оказалось, что этот съезд, или подготовительный период этого съезда, стал важным событием в политической жизни Армении. Это для меня был сюрприз. Есть большой интерес к съезду, не только в наших рядах, но и в рядах оппозиции. Тут оценки не важны. Что касается съезда, съезд прошел действительно так, как мы предполагали, была очень серьезная дискуссия, не только по процедурным вопросам, по уставу и так далее, но и по принципиальным вопросам развития Армении, экономических реформ, внешней политики и так далее. Вообще, я могу считать, что в данный момент в Армении, как в рядах оппозиции, так и в рядах партии власти, происходит такой этап, то есть перегруппировки сил перед следующими парламентскими выборами. Вот основная оценка этого съезда. Понятно. А вот этот такой небольшой дуэль, ягорян и, так сказать, большинство, как бы оценивать, это чисто внутреннее дело? Или тут просто элемент такой личностной борьбы? Нет, я не хочу все сводить к личностным мотивам. Нет, могут быть вполне и концептуальные моменты, есть разное видение тех проблем, которые стоят перед нашим государством. То есть я считаю, что это вполне нормально. Наоборот, даже я считаю, что этот фактор Игоряна даже помог увеличению интересов к этому съезду. Я считаю, что эта дискуссия очень полезная, здоровая дискуссия. Более того, хотя некоторые из моих друзей со мной не согласны, я считаю, и это было бы очень хорошо, если бы Игоряна оформил свою позицию внутри партии как фракция. Я считаю, что фракционизм партии это очень здоровое явление, и Игоряна этим внес бы большую культуру в нашу политику вообще. Я бы это только приветствовал. У меня-то подспудно был вопрос такой, так сказать, а вы тут все и все друзья Армении прекрасно помнят сентябрь. Не получится ли, что, ну я даже не имею в виду конкретно Игоряна, но что кто-то захочет повторить экзерсисы господина Манукьяна, очень губительные для Армении. Я не думаю, что, если вы имеете в виду Игоряна, Игоряна совершенно противоположность Манукьяна, он как раз за демократию, за законность. Тут я, у меня никаких сомнений нет, никаких сомнений нет. Но я думаю, что не только кто-либо другой, но и сам Возгим Манукьян не посмеет повторить то, что было 25 сентября. Так что, может быть, это нужно было, чтобы происходило, чтобы стал уроком для нас. Немножко о внешней политике. Сейчас вот много говорится, и даже вчера на улицах мы снимали люди, подходили, правда, больше старшего возраста. Вот как хорошо бы, чтобы Армения, ну, так сказать, полностью пошла бы по белорусскому пути. С другой стороны, в плане экономической интеграции, ну, совершенно очевидно, что тут выгоды бы были. Вот ваша оценка, так сказать, тех настроений, которые в плане вот этого союза бродят уже. Ну, о настроениях тоже, судить, я не берусь, потому что вчера на митинге, или позавчера на митинге за присоединение к этому союзу присутствовало всего тысяча человек. То есть, это тоже для меня еще не объективный факт. Что касается моего отношения, то я могу сказать следующее. Во-первых, я не знаю, что это за союз. Я читал устав, очень внимательно изучал, но мне непонятно. Мне непонятно, что значит гражданин союза. Что это значит? Я тоже не понимаю. Это во-первых. Во-вторых, нам никто не предлагал, ни Россия, ни Беларусь, нам не предлагали присоединиться к этому союзу. Будет предложение, будем изучать. Ну, а о перспективах экономического сотрудничества с Россией, и в частности, то, что сейчас наша компания очистит, интересует с Москвой. Готовится Ваш визит? Да, готовится мой визит. Более того, я думаю, может быть даже до этого состоится визит мэра Москвы в Ереван. Я уже послал официальное приглашение. Что я могу сказать? Конечно, я верю, и к этому надо стремиться развивать более тесные экономические отношения, не только с Россией, но и со всеми бывшими советскими республиками. Потому что, я уверен, все сейчас государства, независимые государства, сейчас ищут альтернативные пути развития своей экономики, но рано или поздно все поймут, что самый естественный основной рынок для всех – это территория бывшего Советского Союза. Продолжение следует...